Осень – отличное время для посадки роз. Саженцы отлично приживаются, потому что почва еще теплая и нет такого иссушающего солнца. С вами на канале Антонов Сад Екатерина Новикова и сегодня мы с вами высадим нашу розочку. Обсудим сроки, правила и особенности осенней посадки. А есть те, кто сомневается, можно ли сажать розу осенью? Помашите нам в комментариях. Я понимаю ваши опасения, но осень – идеальное время для посадки, если не затянете со сроками. И вот почему. Сейчас оптимальная температура почвы, потому что корневая система розы лучше развивается при температуре плюс 12, плюс 15 градусов. Плюс нам уже не нужно будет притенять наши саженцы от палящего солнца. Просто высаживаем и следим, чтобы почва не пересыхала. Розам для укоренения нужно около двух недель, поэтому смотрим прогноз погоды и следим, чтобы не было сильных заморозков в ближайшие две недели. Сажать начинаем в начале-середине сентября и заканчиваем у нас в Сибири где-то до 10 октября. В теплых регионах можно на недельку попозже. Место для посадки выбираем солнечное, но желательно, чтобы в полуденный зной было небольшое притенение – ажурная осень. Это не обязательно, но если розу высаживать на палящем солнце, то бутоны будут быстро бледнеть и отцветать. В тени также не стоит высаживать, побеги будут тонкими и, возможно, пышного цветения мы с вами так и не дождемся. Розу свою я буду высаживать в цветнике на месте выпрившей розы. Я вам уже жаловалась на нашу зиму и весну, которые были в этом году. Сначала у нас не было снега, а мороз ударил ниже 35 градусов, а затем снега было столько, что наш участок затопило. И хотя розочки мои росли на приподнятой грядке, но таких испытаний они не выдержали. В этот раз я выбрала розу чайно-гибридную, очень красивого, темно-свекольного оттенка. При покупке осмотрите побеги. Они должны быть живыми, зелеными, без пятен, черноты и повреждений. Листьев тоже быть не должно. Если побеги залиты воском, то аккуратно подцепите и снимите его. Обычно саженцы упаковывают в прозрачную или темную пленку. Субстрат в ней должен быть влажным, чтобы корни не пересыхали. Стряхивать или снимать этот грунт руками нельзя, для того, чтобы не повредить мелкие всасывающие корешки у розы. Поэтому подготовьте ведро с чистой водой и просто, когда уберете пленку, опустите саженец в воду на полчаса-час. Я это сделала заранее, так что давайте осмотрим корни. Они тоже должны быть живыми и без гнилей. Если корешки подсохли или повреждены, то срезаем чистым острым секатором до живой ткани и опудриваем корнесилом экстра. Он простимулирует рост корней, чтобы наша роза точно успела прижиться. Слишком длинные корни тоже стоит подрезать до 35 см и срезы опудрить золой. У моей розы все хорошо с корнями, так что переходим к посадочной яме. Для посадки вам понадобится плодородная почва, органика, разрыхлитель, зола, костная мука. Я еще добавлю кормилицу микоризу, чтобы саженец хорошо и быстро прижился. И 33 богатыря для профилактики корневых гнилей. На этот раз я купила их в гранулированной форме. У них в составе уже есть гуми, которыми будут питаться микроорганизмы. Плюс гранулы растворяются постепенно и работают дольше. То есть они пролонгированного действия. А на дно посадочной ямы добавлю дренаж, чтобы избежать выпривания. Если у вас близко грунтовые воды, то делайте так же. А теперь по порядку. Я попросила Женю выкопать саму посадочную яму. Конечно, лучше ее готовить за 2-3 недели до посадки. Но мало у кого из нас получается подготовить заранее. Я сажала как в свежевыкопанную яму, так и в подготовленную заранее. Результат отличный. Размер ямы у нас 50 на 50. И так как я буду добавлять еще слой дренажа, на него я закладываю еще 5-7 сантиметров. То есть можно выкопать 50 на 60. Если же у вас почва очень тяжелая, глинистая, малоплодородная. И для того, чтобы заложить как можно больше питания, то яма можно выкопать глубиной даже 70 сантиметров. Есть два способа посадки розы. Сухой и мокрый. Мокрый заключается в том, что мы растения высаживаем в очень сильную грязь. Буквально в жижу. Но я такой способ не люблю. Поэтому покажу вам другой, как я сажаю сухим способом. Итак, берем по ведру почвы и компоста, или хорошо переплевшего перегноя. Добавляем пару стаканов разрыхлителя, или это у вас песок, или вермикулит. Добавляем стакан золы. И добавляем стакан костной муки. Это будут у нас источники калия и фосфора. Минеральные удобрения я сейчас добавлять не буду, потому что они несовместимы с микоризой. И сюда же я добавлю 33 богатыря, для того, чтобы защитить наши растения от болезней и почвенных вредителей. И оздоровить саму почву, если в ней есть какие-то патогены. У нас под одним из роликов спрашивали, а что входит в препарат 33 богатыря. Ну, конечно же, все 33 штамма почвенных полезных микроорганизмов я перечислять не смогу. Ну, если вам интересно, мы оставим ссылку под роликом, сможете перейти и посмотреть. Так как 33 богатыря у нас с вами в гранулированной форме, то на весь наш объем почвосмеси понадобится всего половина столовой ложки. Итак, приступаем к самой посадке. На дно ямы я насыпаю дренаж примерно 5-7 сантиметров. Поверх насыпаю часть почвосмеси холмиком. Если дотянетесь, немного уплотните его. Сверху добавляем половину чайной ложки гранул кормилица микоризы. Мы уже с вами знаем, что споры гриба, которые содержатся в этом препарате, попадают в корни растений, разрастаются в почве и помогают этому самому растению добывать питание и воду с очень большой площади. К тому же гриб переводит все элементы питания в почве в ту форму, в которую растение может усвоить. Свойств микоризы очень много, поэтому не стану повторяться. Чтобы узнать подробно, посмотрите наше видео на канале. Теперь берем наш саженец и ставим его вот на этот холмик. Жень, придержи, пожалуйста, саженец. Одному этим заниматься не с руки. Корни обязательно расправляем, чтобы они все смотрели строго вниз. Очень важный момент. Место прививки мы с вами должны заглубить на 4-5 сантиметров. Если у вас очень суровый регион, то можно и на 7, и даже до 12 сантиметров заглублять. И если саженец сверху подмерзнет, то отрастет он потом как раз выше прививки. Теперь засыпаем. Все, засыпали. Теперь очень хорошо проливаем почву и ждем, когда вода впитается. Видите, как земля осела? Теперь немного подтягиваем саженец вверх. Досыпаем еще оставшейся почвосмесью. Еще раз поливаем. Когда вода впитается, можно окучить саженец торфом или окучить его оставшейся почвосмесью сантиметров на 10-15. Притянять, если не обещают какой-то аномальной жары, не нужно. Просто следите, чтобы почва под саженцем не пересыхала. Ну, вот и все. Надеюсь, что показала максимально наглядно. Если было интересно и полезно, то ставьте лайк и поделитесь этим видео. Нам будет приятно. Мы будем знать, что снимаем не зря. А с вами на канале Антонов сад была Екатерина Новикова. До скорой встречи!